привет всем здравствуйте рада приветствовать вас на обещанном прямом эфире который посвящен сегодня будет выходу наконец новой коллекции весна-лето 2022 my impulse жаль что instagram переворачивает название вот но я думаю что вы видели уже не один раз мы последний месяц постоянно анонсировали выход новой коллекции в этом году на нас чуть-чуть под задержалась вот но ничего страшного это того стоило потому что смотрите какая роскошная коллекция и мы как раз успели перед началом сезона потому что тут уже чуть-чуть осталось буквально две недели и 1 марта даже уже меньше двух недель осталось и начинается весенний летний сезон и мы должны были именно с летней коллекции стартовать еще в середине февраля но очень позже и за коробочки сейчас мы с вами сделаем выкраску как всегда коллекции локомотивные которые выходят именно раз в сезон 6 миллилитров набор и 9 миллилитров набор и также 6 миллилитров поштучно и 9 миллилитров тоже поштучно я приготовила небольшую презентацию по трендам сейчас мы с вами пробежимся я думаю что будет вам интересно потому что какие-то тренды я затрону через тему маникюра для чего нам эти тренды будут интересны и буквально там два-три тренда я затронуть хотела бы как раз момент просто для нас для девочек возможно вам будет это интересно вот кто уже пробегался по магазинам и видел что нас ждет весной лето сейчас конечно еще мало но уже весны очень много хотя на самом деле граница сейчас очень сильно стерта между сезонами вы спокойно можете найти много летних вещей в осенне зимнем сезоне и то же самое можно найти всегда весной и летом достаточно много теплых вещей несмотря на то что весна-лето вот я пробежалась уже прям даже неоднократно по магазинам конечно же это был масс-маркет потому что на базе масс-маркета всегда сразу можно в объеме увидеть и понять а что же нас ожидает предстоящих сезонах вот я сегодня оделась тоже как вот видите поддержала эту тему смотрите какая яркая яркая мне очень нравится кстати сочетание фуксии и оранжевого просто также мне очень нравится сочетание оранжевого и зеленого тоже огненно причем если никто сказал еще год назад что я буду ходить в такой гамме я бы не поверила потому что для меня это очень ярко несмотря на то что я люблю экстравагантный маникюр до маникюр он у меня живет отдельной жизнью всегда даже если мне периоды были total black у меня был период когда я ходила только в черном потом у меня пару лет был период нюдовый я носила только исключительно бежевые белые оттенки других цветов вообще не было в гардеробе вот и маникюр у меня при этом он всегда жил отдельной жизнью у меня маникюр всегда был вырви глаз никакого отношения у меня гардеробу не имел вот да у меня кофточка zara штанишки у меня как же называются утерко который закрыли уже это тоже холдинг который относится к zara вот они закрыли это направление я очень расстроилась потому что там такой знаете переработанный масс-маркет в стиле а-ля гуччи маскина versace такое все очень экстравагантно но по такой приемлемой цене дороже чем zara принципе качество так неплохое закрыли они это направление потому что видимо таких как я клиентов не так уж и много что это направление не пользовалась таким огромным спросом потому что вещи были очень экстравагантные там не каждый на это решится итак давайте про тренды я думаю что три минутки я поболтала можно приступать к трендам и сделала себе небольшую призов на презентацию правда уже здесь забыла с телефона удалить так 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 и так тренды весна-лето но если говорить о трендах так интересно о смотрите как круто девчонки я могу себя увеличивать так тренды трендов очень много всегда когда перед каждым следующим сезоном очень много институтов цвета существуют они на рынок выбрасывают свои тренды как правило эти тренды они касаются больше оттенков вот так же очень много институтов которые вы создают тренд буки которые идут через тему материалов тканей каких-то более глобальных трендов и вот таких институтов кто диктует тренды их очень много и на самом деле каждый институт он сделал не просто так это как правило ответвление какого-то холдинга который занимается тем или иным производством производством ткани производством кожи не знаю производством ну если брать у нас такая боль больше бьюти направления да если брать вот тренды которые нам мастера маникюра могли бы пригодится это тренды конечно через индустрию потребления именно одежды вот как правило эти институты они делают все-таки часть трендов под себя так же как и я например я готовилась когда к весенне-летней коллекции конечно же я брала не все тренды выбирала только то что интересно конкретно мне откликается и это будет созвучно с нашей компанией да потому что днк нашей компании она очень сильно переплетено с моим личным брендом и несмотря на то что у нас сейчас достаточно большой отдел маркетинга отдел новинок технологи которые работают в моей команде девочки мастера маникюра людей очень много но основное вот такое днк но идет все равно через меня пусть я много чего сейчас не делаю своими руками вот но это делается и пропускается через мое вот личное виденье трендов какие-то вкусовые предпочтения мои лично то что очень много бывает вопросов там а почему вот так вы сделали почему вот так сделали я всегда отвечаю потому что мне так захотелось потому что мне так откликнулось потому что ну как объять необъятное вот прям знаете вот взять для всех потребителей например маникюра да у нас есть потребители мастера есть потребители это ваши клиенты до обычные девочки и женщины все очень разные понимаете как подстроиться под всех невозможно вот поэтому в этом сезоне компания эйми выбрала такой вектор очень явный он у нас намечался все равно последние несколько сезонов и вот в этом сезоне я поняла нужно быть очень смелыми именно выбрать цвета и вот основной тренд через чтобы вот хотела сейчас поговорить это тренды через цвета потому что они настолько есть явные тренды и как вот прямо не замечать их не стоит стоит обратить внимание и попробовать попробовать потому что мне очень часто в директ каждый день пишут девочки там катя спасибо ты мне вдохновила там на покупку нового гардероба более яркого потому что сейчас базовый гардероб на удивление становится ярким вот поэтому основной тренд весна-лето предстоящего это очень яркие чистые и обратите внимание классические оттенки если предыдущие несколько лет у нас тренд шоу такой знаете прям явные неоны он все еще остается есть категория ниш где именно если брать цвет они цвет все равно сейчас рассматривают через неоновые пигменты то если брать индустрию ногтевую и ногтевую бьюти направление направление одежды все-таки такой однозначенный тренд это не неоновые цвета хотя они имеют место быть в том числе в маникюре в одежде а именно чистые классические оттенки поэтому если мы сейчас посмотрим на коллекцию которую мы сегодня с вами рассмотрим презентацию которого я хотела бы провести наборчика это наборчик мой импульс и здесь у нас практически все классические яркие чистые оттенки основной тренд по цветам это такой знаете вот прям однозначные называют его еще новый черный это оранжевый цвет причем когда я сказала маркетингу еще в том году что летом будем делать оранжевый цвет и желтый включать в коллекцию все испугались потому что оранжевый желтый это категория если брать ногти покрытие это одна из самых неподаваемых категорий оттенков потому что ну потому что потому что все это и так понимают вот поэтому испугались но вот сейчас когда мы видим магазины что у нас сейчас висит по факту в магазинах я понимаю что я угадала с этим и я считаю что мы в этом случае не проиграем потому что сейчас клиенты готовы уже потреблять яркие оттенки вот если даже взять два года назад ноги были не готовы например когда зеленый появился все говорили ой больные как можно покрыть зеленым ногти а как можно вообще total green носить на себе когда у тебя просто с ног до головы все зеленое вот то сейчас спустя даже уже два года по-другому уже клиенты воспринимают вот согласны с этим смотрите девчонки я сейчас пока не читаю комментарии сейчас пока рассказываю чтобы это было так гладко вот поэтому оранжевые желтые есть в коллекции они очень классно сейчас делаю выкраску вы их увидите выбирали оттенки и потоны чтобы это было все таки через тему маникюра чтобы с цветом кожи я не говорю что это абсолютно всем оттенкам кожи подходит но вот мне кажется те оттенки оранжевого и желтого которым мы выбрали 369 370 подойдут абсолютно всем с любым подтоном цвета кожи мы выбрали новый зеленый потому что сейчас зеленого очень много и и тот и те два зеленых которых мы которые мы выпускали прошлым летом они все еще остались в тренде мы их держим сейчас пока в основной линейке мы их не убираем потому что сейчас тема зеленая зеленого она только набирает обороты потому что смотрите в том году летом это только начиналось а сейчас люди только распробовали будет поэтому добавили еще один модный оттенок зеленого это такой цвет зеленого яблока у нас два голубых в этой коллекции почему два голубых сейчас объясню смотрите 371 он такой летний чистый голубой это оттенок который сейчас очень модный он стал появляться еще прошлой осенью мы даже в декабре сделали коллекцию в рамках которых тоже был вот похожий оттенок голубого но он был более зимний такой более темный вот 371 он более яркий более сочный летний и 365 тоже вот обратите внимание самый верхний цвет первый в ряду такой идеальный правильный небесный голубой потому что вот у нас в том году коллекция выходила летом там он был такой чуть-чуть припыленный то вот этот оттенок чистые мы его тоже будем оставлять в базовом ассортименте потому что прям не хватало этого цвета я очень долго искала именно такой пигмент потому что что 371 что 365 просто так не заколируешь эти оттенки это должны быть пигменты специального подтона чтобы получить такой чистый цвет вот поэтому всем рекомендую обратить внимание на эти два голубых вот и обратить внимание на 367 цвет потому что этот свет года понтон очень много лаванды причем ее настолько всякой разные ты лаванды от светлой до насыщенной вот мы не стали насыщенную ставить потому что у нас в том году летом был насыщенный оттенок сирени в этом году летом решили добавить пастельной лаванды потому что это же очень много так ладно давайте переходить теперь к трендам как к принтам тренды через принты для маникюра мы сейчас рассмотрим а вот я на чем хотела остановиться то что зеленый новые однозначно обратите внимание на него он очень классный вот сейчас я его буду выкрашивать должен понравиться абсолютно звук скорее всего прервался поэтому вы мне должны поставьте плюсики все ли хорошо у меня со звуком поставьте плюсики все ли хорошо у меня со звуком девчонки а все звук есть отлично продолжаем дальше сейчас смотрите я вывела на экран картинку смотрите вот этот голубой роскошный голубой номер 371 он просто бомбезных я даже вот мизинчики себе таким цветом накрасила смотрите как на темнокожей модели он выглядит и он действительно намного ярче и сочнее цвета который мы предлагали в декабре потому что возьму сейчас обязательно выкраску и сравню чтобы вы понимали что это два разных оттенка так что у нас еще классного очень классный вот этот оранжевый очень нравится посмотрите как смотрится на модели и вот неважно какой цвет кожи вот оранжевый он цвет папайи смотрите я не стала делать такой цвет апельсина да потому что видите оранжевого его тоже очень много я делала как-то обзор по заре там было видно чтобы оранжевых оттенков очень много чуть светлее чуть темнее более апельсиновый более мандариновый более цвет папайи вот вот у нас именно цвет папайи мы не стали делать вот такой цвет прямо терракотовый потому что лето и потому что если брать именно маникюр на ногтях все-таки цвет папайи лучше смотрится вот согласны с этим так блин как тяжело все-таки через прямой эфир делать презу но это все равно лучше чем собирать было бы вас я как бы так вот примерно постаралась сделать небольшую презентацию брала я ее из нового каталога то новый дайджест здесь кстати все через тему трендов есть я уже неоднократно его рекламировала показывала много раз сегодня на нем не буду останавливаться в общем понятно что весна-лето и цветы цветочное вдохновение однозначно тренд вот причем разные вариации с принтами цветов просто обращайте на это внимание и если даже например клиент цветы боится носить на себе да покупать какие-то платья сарафаны блузы на летний период то маникюр в этом случае он может например этот тренд поддержать и будет наоборот даже очень классно когда например очень сдержанный гардероб а при этом маникюр полностью вот так вот все в дизайне из цветов поэтому почему бы и нет обратите внимание на этот тренд про цветочки тем более у нас их очень много в этом сезоне мы выпустили его так отдельно цветочную тему и мелкие большие крупные там и всевозможная цветовая гамма вот поэтому в этом году вот прям цветочных принтов и будет очень много всегда когда вы заходите в тот или иной магазин отдельно цветочная тема она вот висит особенно последние мне кажется 4 сезона это точно вот и и очень много эта тема принтов цветочных она очень разнообразная и мы слайдеры в этом году тоже сделали очень разнообразные вот один из слайдеров у нас вот поддержал такую тему все-таки в квадратах в овалах и в кругах потому что вы такие компоновки через тему принтов очень удобный в маникюре когда вы делаете дизайн да уже все есть продажи смотрите уже сегодня можно заходить на эмми шоп точка ру вот либо оставлять заказы у дистрибьюторов ну я так думаю что в москва питер они уже получили товар потому что с пятницы начали отгружать есть регионы которые чуть позже будут получать товар но все будет вот право зон я не знаю вот вот такие вопросы смотрите вот что касается вот как озон вопрос лучше написать будет в директ менеджер точно вам ответит дальше очень классный тренд слияние с природой но здесь мы этот тренд добавили в каталог через тему нежных оттенков таких природных до в маникюре что очень много пастели и вот такой пастели она вроде как бы яркая да как вы 10 например видите пастель не бледная яркая но она больше с такой грязнин к в тему природы это раз второе маникюре эта тема может также этот тренд поддерживаться через растительные элементы через какие-то дизайны именно с использованием флористики тоже очень есть классный слайдер я сейчас их поближе покажу который вот можно именно как раз эту тему эко то что здесь знаете как здесь слияние с природой больше через тему эко потому что этот тренд набирает и набирает обороты вот все хотят чтобы было точно из натуральных каких-то тканей из-за переработанных тканей это то что поддается двойной переработке вот хотя этот недавно эту тему рассматривала на самом деле там не так все радужно как это рисуют когда ткань перерабатывать по второму кругу особенно синтетику это достаточно химатозное все для выбросов в атмосферу поэтому по факту вот это вот направление эко она имеет место быть но она еще не в том контексте как вообще на самом деле должно быть это не важно какой ниши ниша наша маникюра ниша производства тканей кожи пластмассы и так далее вот поэтому этот тренд можно в маникюре поддерживать и мы его поставили себе в каталог вот так продолжаем с вами идти дальше следующий тренд который мне очень нравится в маникюре он появился у нас еще вот в том году когда какие-то яркие акценты на нюдовых ногтях вообще этот тренд он пошел из макияжа сейчас вот кто обращал внимание сейчас очень много есть блогеров которые делают и используют постоянно вот такие вот яркие стрелки я все хочу попробовать пойти купить какие-нибудь жидкие тени яркие может быть какие-то грим и попробовать себе рисовать вот такие яркие стрелки вот это вот тема мы ее решили поддержать шерми конах сделали вот такие лунки яркие мне кажется это вообще тема темская сразу рекомендую их покупать по несколько штук не покупайте вот так одну штуку если знаете что вот такие композиции вам нравится сейчас покажу как на маникюре смотрится покупайте сразу там штук не знаю пять что вы же знаете если товар какой-то популярный он очень быстро заканчивается как у нас сейчас мультяшками получилось смотрите у меня сегодня презентация уже там частный адресов нету вот это шермиконы которые сейчас только появятся в продаже с 1 марта что у нас часть шермиконов вышла феврале а часть выходит в марте вот уже 1 марта будет старт продаж вот этих новых красавчиков шарми кончиков вот здесь вот смотрите пример такой нейтральный светлый гель-лак как раз сиреневый из новой коллекции видите лунка сделано в центре и ниже просто зеленым гель-лаком подведено но там в каталоге есть еще несколько вариантов примеров когда например по кутикуле мы клеим эти шермиконы мне кажется это прям вот однозначный тренд берите себе на вооружение либо рисуйте вручную вот либо клеить сейчас я прямо найду либо клеить вот например здесь вот хорошо видно на двух пальчиках видите по кутикуле желтенькую приклеили и синенькую потому что нарисовать такое конечно не всегда получается аккуратно здесь в этом плане это очень удобно где-то здесь прям вот был был такой пустой маникюр просто камуфляж и вот такие лунки яркие а вот нашла смотрите просто огненно вот я считаю что это однозначный тренд который который я взяла из макияжа потому что вот эти яркие стрелки это прям тема причем с этим яркими стрелками ходят не только вот это тик токерская молодежная тусовка ну и даже там вот моего возраста это говорю моего возраста мне через полторы недели 39 лет не молодая была немолода да ладно я я не напрашиваюсь на комплименты я знаю что роскошная женщина просто просто знаю что это есть дальше тренд который мне очень нравится я уже его затронула это яркие цвета но они не просто яркие да вот как сегодня я одета я одета в ярко-оранжевый и сочетается с яркой фуксией а именно монохром вот и я сейчас когда пойду по магазинам со стилистом я хочу себе накупить прям вот двойку-тройку костюмы шорты пиджак юбка пиджак штаны пиджак и под них еще в тон блузки топики вот на этот тренд обратите внимание вот что в маникюре это будет отображено ярким просто маникюром для поддержания но если брать вот именно через тему гардероба страшно с одной стороны кстати как вы будете привлекать внимание и это страшно модно когда вы total зеленая total розовая total оранжевая тоже будет очень круто смотреться так как это будет выглядеть сейчас я вам покажу выглядит очень классно смотрите когда например полностью все раньше с эти вот оранжевый цвет это же прерогатива теплого цвета типа для холодного цвета типа по идее оранжевый не подходит знаете как мой стилист говорит я всегда спрашиваю жень а ты вот клиентов одеваешь по цвету типу она говорит слушай сейчас вот эти вот все критерии они вообще не имеют места быть я смотрю на тренды я смотрю на человека идет ему это или нет то что писаете вот оранжевый на мне ну по идее зеленый оранжевый всегда носили там девушки с белой кожей с рыжими волосами через ржану такой прям классический цвет осенний цветотип то сейчас оранжевый имеет место быть абсолютно любой девушки конечно берите у меня эми офишал ворд и выкладывайте любую рекламу можно использовать абсолютно любые рекламные макеты наоборот классно вот тоже сейчас выбрала эту картинку что оттенки они могут быть как яркие сейчас до total также и пастели очень много смотрите несмотря на то что вот у нас коллекция она достаточно яркая сейчас также очень много такой яркой пастели вот и очень модно когда у тебя тоже это total сумочка платье кофточка пиджак и туфельки все в одном цвете здесь вот пример versace обалденная коллекция и вообще когда versace выпустил свою коллекцию говорю блин вот у нас все получилось примерно как у versace и у нас на самом деле рекламная кампания она тоже яркая яркая на ярком фоне вот поэтому вот кому интересно посмотреть обратите внимание на новую коллекцию dior и причем и коллекция dior весна-лето и круизная коллекция dior весна-лето и versace все яркие с чистыми оттенками никогда в жизни не думала что у dior я увижу оранжевый зеленый синий и это еще в сочетании никогда не думала что это у них вообще имеет место быть думаю это там только вообще база должна быть нет они в этом году переплюнули сами себя я считаю вообще у dior одна наверное из самых удачных коллабораций вот этого яркого модного молодежного 60-ый и вот их темы основного днк классики dior это кстати я сегодня смотрите я обожаю это сочетание вот просто я просто сама в восторге поэтому вам показываю не бойтесь сочетать почему самое интересное вот эти цвета они миксуются в любом варианте одела бы я сюда сейчас синие лодочки но бы все подходило там решила бы одеть красный топик вместо оранжевого все бы сочеталось то не за синий бы топик я захотела сюда сейчас засунуть все бы сочеталось вот не бойтесь все это сочетать дальше бежим по трендам что нам еще вы краску нужно с вами пройти сделать можно принципе сделать переключение следующий эфир через тему мастер-класса провести что мне кажется я в один час сейчас не уложусь смотрите тропики ой классный тренд тем более летом и неважно что вы городская девушка или ваш клиент городская девушка маникюр при этом может жить отдельно своей жизнью и например если вы это лето проведете в городе сделать тропический маникюр будет очень классный она будет все равно здорово сочетаться с например с ярким гардеробом но гардероб например будет через не через тему принтов смотрите очень классно когда маникюр принтованный человек одет в чистые цвета без принтов тоже очень здорово сейчас я вам покажу примеры их очень много тоже на показах принтованные одежды именно через тему цветов мне очень нравится филипп плейн в этом году посмотрите платье которое справа голубой именно в стиле тропическом мне очень нравится сочетание подачи такой знаете стиле дольче габбана но если раньше это был удел только дольче габбана то сейчас вот таких принтов их все больше и больше даже вот таких модных домов филипп плейн вообще какое отношение он может иметь вот к таким принтам прямое вот видите поэтому на тропике обратите внимание в маникюре этим летом и этой весной дальше следующий тренд следующий тренд метавселенная космизм я уже говорила наверное два сезона назад что эта тема она постепенно набирает обороты она так вот пойти глобально этот тренд его не считываешь да но он есть но мы в этом году решили не делать откровенные декорации через тему космоса и космизм потому что все таки вот наша аудитория не всегда вот эти все вещи слишком ярко выраженные экстравагантные но не всегда понимаем вот поэтому у нас в каталоге если взять тему метавселенная мы просто сделали через те декорации которые вышли но они не откровенные через космизм вот но получается очень прикольно вот например сейчас я вам показываю пример этого тренда в маникюре что это прям такой космизм но для этого мы использовали декорации которые там возможно не при не имеют прямого отношения к космосу но такой получается очень интересный маникюр поэтому космизм где он где его очень много во первых осенью зимой у коллекция у луи виттон была ярко выражена не прям даже принты использовали этих вселенные планеты космос поверхности планет в общем интересная тема но я не рискнула в маникюре эту тему именно через тему принтов развивать мы просто будем это показывать этот тренд периодически через прямые эфиры именно как сделать с подручными декорациями которые есть в коллекции которые вот сейчас выходят и передать вот этот характер этого тренда космизм следующий тренд который тоже очень классный и он прям вот такой ярко выраженный я бы сказала если вот космизма эта тема она не ярко выраженная да это игра в детство игра в детство и и очень много сейчас и конечно этих принтов сейчас все больше и больше встречается но он всегда встречался на принтах как в футболке да там за последние несколько сезонов если вот брать денним футболки всегда это печатали нет нет микки маус эти бакс бани утки все есть вот но в этом году удивил нас очень сильно этой темой игрушечной через тему игры в детство маскина я когда увидела маскина я честно прям офигела у меня даже челюсть упала я такая думаю блин капец кто это будет носить а я уверена что это будут носить и если маскина также как и дольче габбаны знаете все ну там ругает ругает что за вульгарщина что за перебор а тем самым а тем не менее ты потом смотришь через несколько сезон и понимаешь сезонов и понимаешь что вот это вот взяли у дольче габбана вот там их ругали а что-то заимствовали в масс-маркет то же самое я уверена сейчас маскина будет маскина конечно это же высокая мода всегда делается с таким ну переборчиком вот я уверена сейчас вот масс-маркете это будет тема немножко не так утрированно показана но она будет вот если для маникюра брать я обожаю эту тему она через тему маникюра имеет место быть я даже сейчас хожу с этими утками и еще раз повторюсь не имеет значения какой вы носите гардероб маникюр может жить абсолютно другой жизнью самостоятельной конечно сейчас я давать я вам еще я прямо маскина наделала скринок потому что он меня не оставил равнодушным видите сколько всего интересного мы можем с вами позаимствовать именно для маникюра сейчас этот тренд я затрагиваю не для того чтобы в этом обратили внимание на одежду такую да вот а чтобы вы обратили внимание что можно очень классные маникюры делать с темой мультяшек и это будет очень классно и это будет очень здорово так новая сексуальность это такая знаете 2000-е прям ярко выраженные и если мы посмотрим на лекала вот сейчас следующее лекала лекала пошива вот это мне очень нравится смотрите видите такие яркие двухтысячные причем вот справа вот этот комбинезон красный насколько я помню если я не ошибаюсь по моему это и в сел лоран и представьте целом так же как и диор такая классическая классическая приклассическая классика и тут вот такая подача вот поэтому я так думаю даже если вот мы сейчас на данный момент не готовы к этому тренду да потому что я сама например ненавижу заниженные вот эти талии 2000-го вот эти удлиненные штаны которые там только на длинноногих садятся для тебя тебе нужно постоянно подрезать вот этот тренд он однозначно набирает обороты и мне кажется прям с каждым сезоном это сейчас будет все больше и больше возможно даже уйдут как-то в сторону такого знаете нового будущего такая одежда будущего потому что сейчас один из трендов это конечно одежда которая сделана для интернет-пространства которые даже не шьют и и можешь покупать накладывать на свое изображение и делать пост в инстаграм я кстати уже узнавала несколько таких порталов где можно было бы купить вот эту электронную одежду сделанную полностью в электронном виде там вопрос денег разный там прям такие цифры но мне эта идея очень нравится и вот я смотрю сейчас на вот эти показы у того же и сэллоран и оно вот как-то двигается мне кажется в том направлении в общем 2000-е девочки рулят хотя если взять диор разобрать там 60-е ну видите сколько модных домов столько и тренда вот очень много полоски будет в этом году в чем полоска цветная мы даже один шермикон этой теме посвятили мы сделали такой микс если посмотрите если любите вот такую тему тоже шермиконов надо сразу несколько покупать там вот чтобы штук шесть запасаться потому что очень классный шермикон вы знаете что мы цветные шермиконы очень редко выпускаем так что-то я сильно задержалась на трендах наверное надо заканчивать еще раз хотела остановиться на оранжевом цвете я специально сегодня зашла на бок и посмотрела какие тренды и там тоже самое они про оранжевый говорят это как о новом черном если в том году это казалось нереальным как может быть оранжевый вообще вот ну зайти может и его очень много в большом количестве разных оттенков и там можно подобрать вот прям под свой цветотип ладно давайте переходим к обзору коллекции с трендами закончились у меня конечно там больше приготовила но я реально понимаю что уже надо заканчивать так сейчас девчонки мальчишки о тут у меня даже сестра моя двоюродная смотрит тренды ну что май импульс смотрите какая королочка тоже видите сочетание яркого не стали делать бледную коллекцию потому что уже одна коллекция у нас вышла бледная мы ее называем весенний она вышла в январе наборов уже не осталось есть поштучно цвета коллекция очень удачная поэтому кого смущает яркие оттенки не переживайте у нас есть весенняя коллекция вот захотите купите и там очень много базовых оттенков так что у нас в набор входит решили в этот набор добавить нам в том году прошлым сезоном очень понравилось выпускать наборы когда они идут с шармиконами вот поэтому в этот набор мы долго думали какой же шармикон сюда добавить и поняли что нужно добавлять вот эти смайлы они у нас есть в базовом ассортименте они как раз яркие они идеально будут дружить с этими оттенками мы сейчас как раз с этого и начнем решили положить голубую фольгу потому что здесь аж два оттенка голубого поэтому решили что именно голубой цвет фольги нужно добавить ну и понятно что здесь восемь ложечек и восемь наклеечек и давайте сейчас сделать выкраску первое конечно что я хотела показать это желтенький желтенький производить гель-лак очень сложно и краску неважно какую акриловую гелевую даже для художников краску производить желтую сложно потому что сделать идеально плотное покрытие не всегда получается это во первых все зависит от пигментной пасты которая идет в составе вот у нас желтый он такой вот знаете вот ой господи не то взяла извините девчонки нет все я правильно взяла видите цветопередача не очень мне кажется что это как желтый выглядит вот видите желтым более желтый это оранжевый цвет папайя сейчас я наклею желтенький раз я за желтенький говорила потому что желтенький сложно производить и почему у нас выбор пал на такой желтый ну во первых давно просили и технологи наши просили что нужен именно такой желтый который теплый вот теплый не холодный потому что у нас есть несколько желтых но вот именно такого потона у нас не было желтенького как ложится да понятно что если сравнивать с другими яркими оттенками желтый он всегда проигрывает причем не важно какой потон но я сейчас специально нанесла таким не толстым слоем но в принципе он хорошо выровнялся мне кажется очень неплохо лег для одного потона понятно что желтый однозначно в один слой наносить нельзя вот мы сейчас не будем дублировать в принципе сейчас выглядит все хорошо вот то же самое касается производства оранжевых оттенков да потому что оранжевый он как производится его производят не из пасты оранжевые а также колеруют желтый и там цвета мадженты добавляют красненькие оттенки и тоже оранжевый их очень сложно сделать супер плотные вот мне кажется у нас оранжевый он такой видите не цвет апельсина такой папайя тоже сейчас специально наношу тонким слоем нежирным ну тоже очень хорошо лег вот так прям выровнялся понятно что рассчитано на то чтобы наносить минимум два слоя но здесь максимум я считаю вот но тоже очень хороший по плотности вот поэтому основной у всех вопрос прилетал за этот месяц пока я делала рекламу коллекции как ложится оранжевый и желтый вот вы сейчас можете посмотреть что ложатся они хорошо для таких сложных цветов вот видите я специально тоненько сейчас нанесла видите тоненько нанесла на прозрачную ложечку для одного тонкого слоя это очень прям хорошо легло вот я объяснила да кстати немножко камера искажает вот если сравнить с моей смотрите видите он не такой оранжевый из-за того что он не такой оранжевый он на ногтях будет круто смотреться потому что даже если вы купите всю одежду апельсиновую да а маникюр вот такой будет оно же будет здорово сочетаться согласны но зато например вот такой оранжевый не каждый клиент сделает а вот такой оранжевый подойдет практически всем клиентам вот ну понятно что сушить две минуты две минуты нужно так поехали зелененький зелененький цвет он у нас сейчас а мы его не планируем в основную линейку добавлять потому что у нас сейчас в основной линейке мы оставили два зеленых с прошлого лета имейте ввиду кто в том году так и не решился купить этот цвет зеленый сейчас я попрошу девочек принести Валера откроешь мне дверь чтоб я Юлю позвала сейчас принесу зелененькие два чтобы вы на них обратили внимание кто вот я просто знаю что многие побоялись Юля принеси зеленые выкраску многие побоялись в том году и осенью тоже побоялись покупать зеленые потому что вот у меня даже посты если отмотать на прошлое лето прям так и писали многие фу да кто таким покрывать будет да ни один клиент на такое никогда не решится да как можно вообще делать зеленый маникюр вот я знаю что многие побоялись зеленый покупать то сейчас сами клиенты уже начинают просить у вас зеленые цвета вот поэтому кто не купил вот эти зеленые девочки но вам по любому придется этим летом покупать потому что заходишь сейчас в магазины и наравне с оранжевым и желтым лежит просто вагон зеленых я бы даже сказала сейчас вот сейчас пока весна наступает вот я заходила зеленого все-таки больше всего очень много розового именно зеленого бесит вот поэтому вот эти все оттенки они все по любасу нужны видите они все разные они рассчитаны на разных клиентов вот и сейчас вот ближе к лету будет все больше и больше вот таких появляться я себе уже там костюм в заре приметила там шорты юбка такие шорт юбка и пиджак я прям вот уже хочу ехать покупать его вот поэтому эти зелененькие они тоже классные полный восторг так теперь показываю два голубых ну вот этот голубой хотите я его сейчас сравню специально юля принеси еще мне голубой который декабрьская коллекция выкраску выкраску декабря ну где вот этот синий красивый ой ой криво наклеила катя ладно фиг с ним декабрь вот декабрьская коллекция есть такой красиво голубо-синяя а здесь он сейчас будет именно голубой сейчас в разницу увидите зеленый твит не знаю по моему закончился девочки ой вот это конечно огонь цвета вот смотрите хорошо видно разницу видите этот такой больше синие а это больше голубой это больше зимний оттенок а это оттенок больше летний 371 но я бы и тот и тот цвет купила в любом случае они оба хороши из декабрьской коллекции но уже из декабрьской вы даже и не купить вот кто эту коллекцию не купил она же закончилась очень быстро вот это была лимитка вот и в базовом ассортименте мы по моему этот а мы его оставили по моему базовом ассортименте в общем классная коллекция вот и смотрите второй голубой почему второй голубой меня просто последние два года особенно вот кто у нас американские творческие партнеры они меня мучили с этим голубым я знаю что меня с германии аня франк все мучила говорит катя нужен вот небесный голубой но чтобы он чистый был вот и сделали вот такой голубой 365 он именно такой чистый небесный голубой в том году у нас был голубой new generation но он был такой знаете припыленный немножко а этот именно такой чистый чистый так и что у нас с вами остался тренд этого года цвет года на самом деле я считаю цвет года очень специфический очень специфический и он такой знаете он серо-жемчужные сиреневый но при этом все на это забили и каждый делает себе сиреневый который хочет 367 так я уже наклейки не клеим такая уже мы его сделали с шиммером золотым очень красивым вот и сделали специально такой пастельный ну так как коллекция вся чистая хотелось что-нибудь светленько одну было ведь очень красивый этот цвет года потому что сейчас даже производители одежды все этот сиреневый для себя сделали разные вот кто-то сделал больше в орхидею цвет уходит кто-то сделал больше прям такой ярко-фиолетовый вот у нас лавандовый триста шестьдесят седьмой я хочу еще один цвет отдельно выпустить сиреневый но мы посмотрим потому что сиреневый ну много у нас есть просто в линейке сиреневых поэтому я так видите прохладно отнеслась к сиреневому цвету вот единственное что я такая думаю ладно добавляем сиреневый но делаем его с шиммером потому что у нас сиреневых очень много вот а вот сиреневый с таким золотым шиммером у нас нету поэтому сиреневый очень красивый ой вот этот классный цвет смотрите кто любит блестки смотрите полупрозрачный такой розовый камуфлирующий эффект дает и здесь два размера блесток крупные персиковые блестки и мелкие персиковые блестки смотрите как красиво такой простенький цвет но вы знаете что я люблю обязательно добавлять какой-нибудь свет нестандартные в коллекцию чтобы он чуть-чуть отличался от остальных поэтому какой мы сделаем вывод что в коллекции у нас два шиммерных оттенка это лавандовый триста шестьдесят седьмой он видите с таким шиммером красивым благородным и номер 372 вот с таким красивым шиммером так и последний оттенок вкусняшечка почему знаете вот от света такого не было никогда потому что мне кажется вот просто не все были готовы к такому цвету этот цвет клубники такая знаете примут чистая клубничка что у меня ложки закончились сейчас девчонки короче для клиентов кто любит красные розовые коралловые оттенки для вас роскошный цвет сейчас я вам покажу такой он клубничный можно сказать арбузный помните у нас был цвет арбузный десерт да вот чем-то похож на арбузный десерт но здесь он сделал чуть-чуть через неон и арбузный десерт он такой более классический оттенок то вот этот оттенок арбузный клубничный здесь составе идет немножко неонового пигмента и он получается вот вроде смотришь такая классическая коралловая помада вот но он чуть-чуть будет таким ярким насыщенным светится очень интересный оттенок причем я его сначала наколировала сделала с блестками вот потом маркетологи посмотрели сказали говорит не кать ну прям с блестками это давай без блесток он без блесток красивее вот и мы блестки убрали в итоге вот изначальная колеровка осталась но блестки убрали вот оттенок очень классный и таких девочек женщин очень много кто любит такой маникюр вот здорово смотрится особенно вот кто знаете помаду такую любит будет очень классно она знать как он не пастельный но и не красный вот понимать это и не пастельный розовый и не красный вот такая вкусненькая коллекция ну что давайте делать дизайны с этой коллекции я так понимаю что сегодня декорация короче обзор не смогу сделать потому что 52 минуты сейчас 1 марта стартует вторая половина декорации это как раз вот тема тропиков потому что предыдущие февральские декорации я уже обзор делала вот смотрите какие классные с ними вот этот тренд тропиков мода можно будет очень здорово сделать вот это выходит все старт 1 марта и сейчас просто это покажу чтобы вы знали и уже можно сейчас фотографировать экран отправлять дистрибьютором и составлять заказ лучше конечно предзаказ сразу оплачивать если хотите чтобы точно за вами оставили потому что мы конечно рассчитываем иногда тиражи угадать очень сложно понимаете что пойдет а что не пойдет смотрите какие крутые купальники это все шармикон и на адрес и которые стартуют 1 марта то что уже стартовала уже стартовала я уже неоднократно ими работала и уже делала обзор по этим декорациям еще раз напомним тоже можете скриншоте смотреть на имя shop точка ру и спрашивать у дистрибьюторов это продается уже весь февраль и кое-что из этого уже заканчивается вот уже заканчивается что у нас уже практически в финале заканчивается смотрите мультяшки на имя shop я знаю что там уже прям чуть-чуть осталось и у многих она по заканчивалась вот мне вот сегодня маркетологи сказали что мы разместили еще заказ и мультяшки вот кто сейчас не успеет купить зайдите сегодня на имя shop проверьте кто не успеет сегодня купить это мы решили да заказать будет в марте вот это тоже самое уже практически по заканчивалась поэтому если вот ближайшие дни не успеете купить вот эти слайдеры они придут в марте смотрите на вайлберис мы никогда сразу новинки не выкладываем если конкретно нужно вот дату узнать когда что будет на вайлберисе либо на озоне пишите мне в директ чтобы менеджеры там менеджеры сидят моем директе они вам прям точно дату даже напишут вот но новинки никогда мы не выкладываем на вайлберис сразу потому что там во первых очень сложная система хранения вы должны понимать кстати что на вайлберисе на озоне не совсем рентабельно нам даже перепродавать продукцию там потому что цены за хранение аренда огромная вот плюс они фигачат там скидки огромные что под это подстроиться очень сложно вот поэтому мы ну как стараемся вот новинки на вайлберис и на озон сразу не отправлять вот нам интересно чтобы все-таки клиенты у наших дистрибьюторов первыми успели купить так ну что давайте так по моему сейчас эфир же можно больше часа вести правильно подскажите мне чтоб я сейчас тогда не дергалась спокойно буду вести эфир дальше потому что тут осталось пять минут до часу так ну что давайте первый вариант сделаем какой-нибудь уже с градиентом что быстро у нас можно сделать да мы сейчас и сделаем давайте возьмем что я кстати еще цветами не работала так же как и вывод сейчас и до этого только тестерами работала так ну надеюсь не на косячу на старуху бывает проруха всякое бывает обязательно просмотрите эфиры предыдущие у меня есть где по декорациям прям примеры показывала что можно было сфотографировать побольше еще за хочу градиент сделать не на весь ноготь а только кусочек юля слушая принесение для градиента кисть а то что то я это кисть забыла для градиента сижу мучаюсь сейчас девочки мне кисточку для градиента принесут я нормально перемешаю ну когда быстро нужно я всегда беру спайдер гель это когда нужно сделать быстрый дизайн спасибо большое а то я мучаюсь сижу нам градиент не нужен идеально так как у меня сейчас все равно декорации снивелируют все все недостатки поэтому я его даже не буду делать для два слоя сейчас я постараюсь его сделать в один слой что у нас давайте возьмем спайдера спайдер гель люблю конечно спайдер гель но за то что он такой грязнючный аж бессит ой девочки я всегда импровизирую так как у нас времени мало поэтому я беру то что мне сэкономит время а это спайдер гель так сушим все и дорабатываем слайдерами вот и слайдер как раз можно положить поперек где-то на ложе так что вот надо взять я вот сейчас думаю конечно я возьму наверное то чего еще нету кай взять что нибудь то чего а вот на купальнички взять наверно а купальничкам добавить ну ладно давайте купальники возьмем а нам же еще нужно использовать декорации которые из набора я совсем забуду сейчас мы еще декорации которые из набора возьмем так я же боюсь себе ногти испортить кстати скоро готовые ногти будут я все-таки приняла решение продавать их вот ну посмотрим на продажи первой партии все если ок мы их оставим в ассортименте вот но у меня очень сильно типс ждет европа потому что там у меня много девочек амбассадоров которые обслуживают звезд вот особенно лига нейлс которая работает в великобритании и очень нужны эти ногти готовые потому что сейчас хочешь не хочешь она да не важно какие ногти но они должны быть быстрыми вот и она конечно ждет чтобы у нас своими они появились поэтому мы уже сейчас размещаем заказ поэтому я думаю что весной они уже выйдут у нас так сушим сушим ты класс и вот эти веточки можно шермикончики не будет классно сочетаться сейчас мы добавим девочки они не гелевые конечно это просто пластмасса но она очень жесткая пластмасса и держит классно каркас видите как я хожу обратили внимание я роскошно хожу я не стала брать кстати огромные я все-таки я выбрала вот такие небольшие ноготочки вот и самое главное что вот какая бы нагрузка не было в 10 трещин они не лопаются при такой толщине поэтому это достаточно такая крепкая хорошая по качеству пластмасса вот но назваться они будут до гелевые типсы блин юль я забыла этот пинцетик юль извини я нашла пинцетик господи бедная моя юля господи дай бог ей терпения юль я нашла пинцет ты же понимаешь мне же главное сначала это панику поднять так я знаю что же многие поехали отдыхать у нас уже девчонки на шри-ланку поехали представляете тоже хочу куда-нибудь на море пока ближайшее время на море не предвидится так и перекрываем финиш и эти за счет того что наклейки spider гель идет я позволила себе сделать такой быстрый градиент потому что все равно это все снивелировалась скрылась плюс не надо тратить время на покрытие по кутикуле градиента так теперь возьмем декорации которые идут в самом наборе да так где у меня да и дело смайлики мы сейчас будем каждую неделю и на этой неделе я еще буду эфиры теперь вести именно дизайн с новой коллекции с новыми декорациями постараюсь два раза в неделю делать сейчас прямые эфиры так здесь давайте что сделаем такие сочетания так возьмем 371 конечно запись будет все эфиры у меня всегда сохранены они просто не отображаются в ленте но если вы зайдете именно в эфиры во вкладку там все эфиры можно найти так и сделаем короче так и очень круто сочетается с оранжевым и желтым мне очень нравится этот голубой так ты это уже готов вариант теперь оранжевый дизайнов очень много новом каталоге он в продаже уже не знаю где-то недели две на сайте у дистрибьюторов у многих есть многие закупили вот если у дистрибьютора нет каталога они не стали его покупать он на эми шоп есть рекомендую потому что много дизайнов быстрых вот а быстрый дизайн у знаете какой это когда не надо делать глубокое покрытие вот тогда дизайн быстрый если делать покрытие глубокое а потом еще дизайн то все жопа быстрого покрытия не будет поэтому рекомендую если видите ну как клиент еще из дизайна делайте что-то без отступа вот с отступом много разных вариантов фишечек можно делать так мы сейчас с вами как делаем давайте сейчас наверное перекроем теклассом хотя можно было изначально сделать фольгу я забыла что я фольгу делаю девочки можно было сначала сделать фольгу там где я хочу а потом уже гель лаком рисовать ну ладно так сушим сейчас сушим подольше и я на топ слайдер фольгу отпечатываем и мне сейчас не нужно прям знаете какой-то идеальный ровный отпечаток поэтому можно взять и топ слайдер еще раз повторюсь я так думаю много эфиров будет этой коллекции посвящено поэтому вы еще много разных вариаций на эту тему увидите да я влажными салфетками работаю вытираю с кисточки влажной салфеткой да линярка я работал опять дробь ноль темная синтетика но вы видите градиент не удобно делать лучше конечно использовать вот кисточку для градиента так теперь делаем фольгу единственное конечно есть вероятность что у меня фольга отпечатается на весь ноготь ну посмотрим teclas обычно нужно немножко шлифовать хотя бы вот таким шлифовщиком 100 на 180 в идеале 240 на 220 ну хотя бы вот 100 на 180 проходить потому что гель-лаки все неважно с липкостью без липкости обезжирите в их они за своей резиновой поверхности цепляют на себя все и пигменты фольгу вот но я сейчас надеюсь что не сильно буду давить у меня сейчас фольга отпечатать отпечатается только там где славит топ слайдер а вообще по-хорошему перед топ слайдером надо было пройти зашлифовать вот но сейчас просто уже некогда я узнала мне одного часа будет мало нереально за час рассказать про тренды сделать выкраску еще и дизайны сделать поэтому наверное запланируем может быть в четверг либо в пятницу сделаю обязательно еще эфир чтобы уже мы просто серии начали с вами делать дизайн с новой коллекции в электронном виде когда будет так но тоже надо узнать в директе девчонки ответят в директе так сушим слушаем в принципе я угадала все я даже допечатывать не буду мне нравится как она оторвалась так вот просто кусочком вот и теперь можно как раз уже выровнять поверхность еще раз теклосом и приклеить какие-нибудь наклеечки сушим ну давайте также возьмем шарми кончики давайте вот такие возьмем до wine line art не теряет популярности этот вид искусства оформления такой интерьерной картинки он все еще сохраняет ну и в ногтях особенно в шарми конах это наверное самый популярный шарми кона вот сколько бы мы их уже сезонов не выпускали разные картинки и все равно вы очень хорошо покупаете девчули в 37 лет можно начинать девочки слушайте на 37 лет это вообще не возраст вот как вот блин ну реально это не возраст и примеров очень много кто у нас даже на эйме онлайн начали с нуля вот и в 37 и в 40 45 если что нужно смотреть на зрение если вам все комфортно конечно не поздно и можно какие-нибудь слова добавить я хотела из предыдущих коллекции слова взять у нас очень классные слова прошлой осенью выходили прошлым летом и мы все поставляли в этих базовом ассортименте вот поэтому кому осенние слова понравились вот они недавно пришла партия виды заказали предлагаю матовым перекрыть сейчас женщина в 37 это молодая женщина которая вот отражала всех детей дома отсидела во всех декретах и начинает жить вот как раз повод что-то поменять своей жизни а это получить профессию например новую это вы о чем куда выбросили вера этого о чем куда ничего не поняла да я почему сказала про зрение потому что есть кому например не комфортно в очках а кто-то в очках да комфортно все у меня таком знаете в тропическом стиле сегодня получились дизайны вот буду заканчивать девочки потому что вы все равно такие длинные эфиры не смотрите поэтому встретимся с вами либо в четверг либо в пятницу будет эфир просто чисто по дизайну вот будет эфир чисто по дизайну я кстати забыла фильтр отключить представляете я сейчас сохраню эфир обязательно посмотрите там начало первые 30 минут были тренды пишите в комментариях вопросы какие у вас остались ну и конечно просто пишите комментарии потому что мне для поднять меня статистики именно постинга они очень нужны вот это знаете как благодарность за мою сегодняшнюю работу вот жду ваши комментарии то что эти сейчас instagram кроме рилса ничего не продвигает постинг совсем задох всем пока пока девчули вопросы либо в комментариях либо в директ